Немногим заполнено до одной из главных артиллерийских батарей у входа в Севастопольскую бухту в небо поднимается огромных размеров триколор. В этот день традиционный выстрел из пушки знаменует не только наступление 12 часов, но и начало торжественного митинга в честь государственного флага России. Полотно устремляется ввысь под оглушительные залпы орудий времен 19 века. Отцом российского триколора можно смело назвать Петра Первого. Именно он 20 января 1705 года издал официальный приказ, которым закрепил эталон собственноручно нарисованного полотнища и обязал Международные торговые суда ходить под его знаменем. 2 августа 1991 года белосинекрасный флаг триколор вновь вернулся в Россию в качестве официального государственного символа. Символично, что в этот день, день флага, мы отмечаем его именно здесь, в Севастополе, на Константиновской батарее. В этот день наша страна отмечает сразу два праздника. Несколькими днями ранее, 18 августа, исполнилось 175 лет Русскому географическому обществу, топ-квартирой которого в Севастополе и является Константиновская батарея. Под флагом РГО проходили исследования освоения Сибири, Арктики и Дальнего Востока, регионов с гигантскими природными ресурсами. Русское географическое общество – это великая история, яркое, настоящее и уверенно достойное будущее. Для севастопольцев триколор не просто государственный знак, но и символ свободного выбора, который жители нашего города сделали еще в 2014 году. Гордость за российский флаг у севастопольцев в крови. От Балтики до Тихого океана, от северных льдов до южных гор развивается наш бело-синий-красный флаг, связывая наше героическое прошлое, великие свершения наших предков, современную, сильную Россию. Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отдельно отметил тесное сотрудничество с представителями русского географического общества, которое удалось наладить в Севастополе. Уверен, что связывающие нас традиционные узы дружбы и конструктивное взаимодействие будут не только сохраняться, но и получать дальнейшее развитие. После официальных выступлений собравшиеся возложили цветы в память о защитниках Константиновской батареи. Среди гостей праздника были и приехавшие в Севастополь туристы. Церемония произвела сильное впечатление как на самих горожан, так и на тех, кто оказался в городе впервые. Мы очень рады. Сегодня праздник, такой день флага. Да, муж военный для него это вообще. Рады, что очень здесь все восстановили, красиво стало здесь. Флаг – это наш стержень мировоззренческий прежде всего, потому что его нельзя воспринимать иначе, как часть нашего мировоззрения. Это аспект воспитания и вообще, так сказать, этнический, потому что это часть русского духа. Кирилл Попов, Александр Устич, Денис Александрович, Севинформбюро.